Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! И сейчас я включаю Телеграм. Значит, включаю Телеграм, чтобы мы могли смотреть и в Телеграме, и в Фейсбуке, и везде, где только хочется смотреть, чтобы мы везде могли смотреть. Не понял я. Так. Почему я не могу опять что с Телеграмом? Очень странно. Сейчас, секундочку, дорогие друзья, секундочку, не уходите. Так, смотрим, по играм. По играм. Так, отлично. Теперь мне нужно... Может быть, сейчас так получилось, что кто-то что-то подключал, и меня сделал так, что меня теперь нету в администраторах. Может быть. Я думаю, что такое возможно. и... Сейчас, секундочку. Ну, сейчас попробую вот так зайти. Ягу. Вот. Все, значит, новая игра. Сейчас будет, будет. Сейчас видео-чат. Никогда нельзя сдаваться. Это... Мы изучили с царях и с Ягу. Помните, в Талмуде мы учили? Глава Микец. Раз, шестой, седьмой день. Даже если острый меч лежит у тебя на шее, там было так написано, не переставай, не переставай надеяться на милосердие Всевышнего. Всевышний, он милосерден. Главное, чтобы ты сам не сдавался. Чтобы ты сам не сдался. Чтобы ты сам не опустил руки. И Всевышний помогает тем, кто хочет помогать себе. Это очень-очень важное такое дополнение, что если человек сдался, значит, ему не надо. И тот путь, по которому человек хочет идти, его ведут. Есть такое вот прям выражение известное, что с неба человека ведут по тому пути, который человек выбирает. Все, значит, сегодня урок Лейлу Нишама Моши Бен Леонид сейчас ему идет на 30 дней, как он уже умер. Прямо мы все за него молились очень сильно. И, к сожалению, он ушел 30 дней назад. Значит, бывает, бывает, что человек в этом мире проходит свой жизненный путь и уходит в следующий мир, вот чтобы ему было поднятие его души и чтобы было прифашлама Рита Батбася, Александр Бен Эмиля, Моши Бен Рита, значит, чтобы было полное, полнейшее выздоровление всем, кто нуждается в выздоровлении. И мы продолжаем изучать главу очень интересную, как Иосиф встретился с братьями. Итак, значит, сегодня наш 6-й седьмой отрывок, поэтому быстро, сейчас будем чуть быстрее читать. Значит, увидел Иосиф, они вернулись, то есть, они уже пошли вместе с младшим братом. Яков сказал, берите, я буду молиться, Бог вас, значит, надеюсь, сохранит, и пошли они. Приходят они в Едипет, увидел Иосиф с ними вместе Бениамина, и сказал старшему над своим домом, значит, давай привези, приведи этих людей ко мне в дом, сделайте шхиту, зарежьте им, они были же, вы же знаете, они были пастухи, и они были пастухи, у них была, основой их питания было мясо, молочные продукты, а египтяне не ели мясо, не ели молочные продукты, потому что, потому что, про молочные продукты я не знаю, мясо не ели, как в Индии не едят коров, сейчас, да, то есть, корова у них священное животное, и просто, вот они по улицам ходят, таких как, им все, значит, корова священное животное, так же египтяне не ели мясо, и он сказал, вы им зарежьте мясо, значит, и будем вместе обедать, и сказал человек, значит, старший над домом Юсефа, это говорит нам традиция, что это был Минаш, его сын, и он привел, значит, этих людей, привел братьев в дом Юсефа, и они очень испугались, когда пришли в дом Юсефа, представляете, они пришли купить хлеб второй раз, пришли они со своим братом, ну, то есть, они очень были в состоянии таком настороженном, и тут их ведут в дом, и они подумали, что будут с ними сейчас говорить по поводу денег, которые были у них в сумках, и они первые начали говорить, значит, что деньги мы обратно принесли, значит, все, но они подумали, что все, сейчас их заберут в рабство, и они не хотели в дом заходить, они боялись, переживали, и так далее, начали они объяснять, что мы, почему мы деньги не принесли в прошлый раз, которые нам подкинули, они не сказали, подкинули в сумки, которые оказались на сумках, потому что мы уже почти, почти дошли до дома, если бы мы вернулись, то мы не принесли бы хлеб, то есть начали они оправдываться, и вот мы, смотрите, мы честно, они говорят, мы не хотели украсть эти деньги, вот мы те деньги принесли, что в прошлый раз, и принесли новые деньги, чтобы купить новый хлеб, и сказал им этот человек, который был старше над домом, шалом лахэм, он говорит, мир с вами, не бойтесь, потому что Бог ваш, и Бог отцов ваших, дал вам сокровища, и, значит, не волнуйтесь, и вытащил, вывел к ним Шимона, их брата, который все это время был арестован в доме Юсефа, и, значит, привел он их в дом к Юсефу, дал им воды обмыть ноги, и дали им пищу для их ослов, и, значит, они приготовили то, что передал отец, всякие плоды земли Израиля, это приношение такое, минха подарки, кстати, это очень интересно, что во многих восточных народах, во многих восточных народах, и не только восточных, принято приходить, когда ты идешь в гости куда-то, приходить с подарком, то есть, и этот обычай идет, вот вы видите, прямо отсюда, еще история из древности, глубокой-глубокой древности, чтобы прийти, принести какой-то подарок, значит, ну, разложили они все это, пришел Юсеф домой, и, значит, они дали ему подарок, который был у них в руке, плоды земли Израиля, и вэштаху ло арца, и все ему поклонились до земли, и это сбылся сон, который у него был, когда ему было еще 16 лет, что все 11 снопов ему поклоняются, 11 братьев ему поклонились, ну, что меня больше всего в этом удивляет, это обычаи древности, вот представьте сейчас ситуацию, вы приехали, например, пришли вы куда-то в КНЕС, да, заходит премьер-министр страны, и все депутаты, все гости, все ложатся перед ним на землю, простираются ниц, и он такой идет, значит, премьер-министр, да, не Таньяу, или Байден, или Зеленский, или Путин, идут, и вся, весь парламент, например, все послы других стран лежат вот так вот на земле, меня это очень удивляет, обычай, но настолько раньше было другое отношение к власти, другое отношение к Богу, к духовности, к священникам, то есть, к родителям, да, родителя еще 150 лет назад примерно называли на вы, только на вы, боялись, боялись, уважали, сейчас такого нет вообще, удивительно, как все изменилось, и он спросил Йосиф, как у них дела, он им говорит, Машлумхэм, и сказал, и сказал он им, а шалом авихим, азакен, как шалом с папой вашим старцем, да, про которого вы рассказывали, он еще жив, спросил он их, и сказали, они ему отвечают, шалом ля Авдеха, шалом рабу твоему, вот это потом их за это наказали, они не могли сказать, и Йосифа за это наказали, кстати, тоже, Менашимаем с неба, потому что, когда они сказали, раб твой, да, что шалом раба твоего, а это был его папа, и это была очень, ну, неправильная такая история, значит, и он промолчал, они говорят, шалом рабу твоему, папе нашему, и он еще жив, и опять они, воикдувы и штахаву, и опять они упали перед ним на землю, поклонились, в Айсайенов, и он поднял глаза, и увидел Беньомина, брата своего, сына мамы своей, и сказал он, это ваш брат младший, про которого вы мне говорили, и сказал ему тогда, Бог, Бог с милостивится над тобой, сын мой, так он ему сказал, Беньомина, и поспешил Иосиф уйти, потому что у него в Анимкру, Рахамав, он начал, ну, то есть, у него подошло к нему рыдание к горлу, и он, значит, хотел очень плакать, и он ушел в комнату, в другую, и там он разрыдался, представляете, прям Тора нам пишет, что это тоже очень интересно, что великие праведники, да, такие как, и он был премьер-министр Египта, и он был человек, который перед ним все ложились на землю, но он разрыдался, и Тора нам об этом сообщает, в Айрхат спанав, умыл он лицо после этого, и вышел, и собрался он в Айтапек, собрался он свое, как это называется, самообладание в Айтапек, и сказал, несите хлеб, значит, занесли хлеб, и принесли ему отдельно кушать, у него был отдельный стол, им отдельно, а египтянам, которые были с ними, кушали им отдельно, потому что не могли египтяне кушать, вместе с евреями, хлеб, это было для них, это было для них отвратительно, для египтян, потому что евреи кушали их божества, то есть это тоже очень интересно, в Индии, например, тоже есть там Макдональдс, но эти самые индийцы, эти, да, не индийцы, как они называются, жители Индии, они в этот Макдональдс, это для них страшно, то есть это как бы режет там их, те, кому они поклоняются, и тут точно так же было, что египтяне, они когда видели, что евреи кушают ягненка, козленка, там и так далее, они для них это было, как вообще, как это можно, значит, Ваишву, Лифанав, и посадил он их всех перед собой, он говорит нам у санатора, что он сказал, вот вы сейчас шестеро сыновья, одной матери, Леи, и он их посадил, по старшинству сказал, ты в хору, они в шоте удивились, как это так, и удивлялись они очень, что он знает, как будто бы он такой, как пророк, он может читать, читать мысли, и, значит, Беньемину он сказал, а у тебя нету матери, и, значит, и у меня нету матери, он сказал, значит, ты садишься рядом со мной, и он ему давал в пять раз больше еды, чем им, давал им по пять кусочков, всего пять тарелочек, значит, и они сели, и кушали, и ели пир, у них был пир, значит, кушали, ели, значит, и сказал он главному, над домом своих, наполни сумки этих людей едой, как они пришли покупать, и спрячь вниз сумки, опять спрячь серебро, которое они принесли, как в тот раз, и вот этот мой кубок, у него был кубок, который гадательный, такой кубок большой, серебряный, этот кубок серебряный, значит, положив сумку к младшему брату, Беньемину, значит, и так он и сделал, как Йосеф сказал, и это было рано утром, он сказал это делать, и сели они, и отправились в путь, и только они вышли из города, не успели еще отдалиться, как сказал Йосеф своему сыну, давай с охраной, со службой безопасности, и, значит, догоняй их, и скажите им, зачем же вы заплатили мне злом за добро, значит, вы что думаете, что господин, который из этого кубка пьет, и который гадает в нем, и он не узнает, что вы его украли, не узнает, что вы это сделаете, значит, передаем эти слова, и сказали они тогда, когда это все произошло, как же они сказали, зачем ты на нас возводишь опять напрасну, вот это, да, зачем ты на нас говоришь эти вещи, не делали мы таких вещей, даже серебро, которое в тот раз мы нашли в сумках, мы привезли, да, зачем мы будем воровать серебро, золото, зачем нам нужен, значит, кубок этот твой, да, тот, у кого найдут, найдут этот кубок, пускай он умрет, то же самое, что когда-то Яков сказал про Рахель, из-за чего она умерла, они сказали, и так же мы, и так же, а мы будем, значит, рабами для господина нашего, да, они говорят, если найдете, то пускай тот, кто найдется, умрет, а мы будем рабами, и сказал он тогда, пусть будет по вашим словам, значит, начали искать, 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 и нашли они, нашли они, и что, нашли они кубок у Бенемина, у младшего брата, и порвали они свои платья, и, значит, сели они обратно на слов своих, вернулись в город, и вышел Иуда, который был гарантом за то, что Бенемин вернется, пришли они в дом Юсефа, Иуда и братья все, и упали перед ним на землю, и сказал им Юсеф, ну, что это вы сделали, зачем вы так сделали, знаете же вы, что я умею гадать, и мои данные, как ясновидящего, и сказал Юда, что мы тебе скажем, что мы можем сказать, вообще ответить, да, как мы можем оправдаться, всесильный нашел грех у рабов твоих, и вот мы будем рабами тоже теперь для тебя, и мы, и тот, у кого нашли кубок, то есть Юда говорит, что я могу сказать, это все нам пришло за какие-то наши другие грехи, понятно, что мы не брали, никто ничего не делал, но что мы можем сделать, и сказал Юсеф, халива ли мясот зод, это позор мне делать так, тот, у кого нашли кубок, он станет не рабом, а вы можете идти с миром к вашему папе, закончилась глава, и мы узнаем, что будет дальше, значит, он решил оставить Бенемина, и их отпустить, ну что, что можно сказать про всю сегодняшнюю главу, единственное, опять же, повторить вчерашний вывод, не знает человек, как говорил царь Соломон, ло, ло и да адам ма е ло, не знает человек, что будет ему, вы маша ахара в ме дит ло, что у него за спиной, и кто ему сейчас скажет, то есть, не знает человек, ни что с ним впереди будет, ни что сейчас у него за спиной, ни что сейчас происходит, потому что мы видим только какой-то кусочек, кусочек маленькой реальности, остальное человек додумывает, человек живет в своей иллюзии, теперь есть люди, которые умеют управлять иллюзией, вот Йосеф, он был человек, почему он стал премьер-министром в Египте, потому что он умел управлять иллюзией других людей, он выстраивал ситуацию так, как ему, он был манипулятор, да, любой правитель, он прежде всего манипулятор, тот, кто поднимается по пирамиде власти, то главный его навык, это умение манипулировать мыслями людей, чувствами людей, другими людьми, и это страшно, потому что на сегодня, когда мы смотрим на окружающий мир, читаем СМИ, то это все срежиссировано и сманипулировано, правители всегда, 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 это их способ властвовать, и к власти добирается только тот, кто умеет манипулировать, это люди абсолютно не двуличные, это люди тысячеличные, они столичные, которые обманщики, и аферисты, все, кто добрался до власти, к сожалению, они, ну, иначе они не могли бы добраться, да, и получается, что вопрос, с какими целями они это делают, кто-то делает с хорошими целями, кто-то делает с плохими целями, кто-то делает, чтобы удержаться у власти, кто-то делает, то есть мы здесь, из этой истории, то, что я лично для себя сделал вывод, что Юсеф режиссировал ситуации, и все они были как, просто как куклы в его руках, все абсолютно, потому что только он один знал, вот эту всю режиссуру, что и как он делает, значит, в итоге, говорит нам устная Тора, зачем он это сделал, ему было важно и интересно понять, что сделают братья с Бенемином, откажутся они от него, не откажутся они от него, предадут они его, не предадут они его, то есть ему было важно понять, действительно ли они сделали тшиву, раскаялись, не сделали, зачем ему это важно было понять, у меня нет ответа на этот вопрос, кроме того, что мы на прошлом уроке обсуждали, что Типал Гейм Майем, как потоки воды, Лев Млахим Баядашем, что Бог, он через людей, которые поднялись на, на высокий, высокий такой вот, ступень управления другими людьми, Бог управляет уже их мышлением, но тогда возникает другой вопрос, а зачем это Богу, зачем Богу вот это вот весь такой вот сложный, сложный цирк, можно сказать, да, потому что 8 миллиардов людей живет в мире, и каждый в своей Санта-Барбаре, у каждого там в семье, в жизни, в стране, вот такие какие-то, вот такие вот переплетения, и, значит, почему Бог так сделал, это вопрос к Богу, мы не можем понять Всевышнего, но мы можем принять, что этот мир, он не однослойный, и что смыслами, которыми мы пользуемся, ими, в принципе, управляют другие люди, и, когда мы изучаем Тору, нам создатель мира дает нам раскладку, а как оно работает, и он дает нам эту раскладку, начиная с самого начала сотворения мира, когда он сотворил Адама, Хаву, дерево познания добра и зла, дерево жизни, змей, который тебя искушает, вот с этого момента начинает разворачиваться история человечества, история психологии, история восприятия мира, и дальше просто все идет по одной и той же схеме, есть мужчина, Адам, есть Хава, есть Бог, есть змей, и идет постоянное взаимодействие между этими персонажами, как мужчина-женщина, две половины целого, дети их, первые дети, это были Каин и Эвель, и конфликт между духовным, материальным, между тем, что у кого-то получается лучше, у кого-то хуже, реакция на этот конфликт, то есть все вот эти архетипы, в которых мы живем, они заложены и показаны в Торе, и когда ты это понимаешь, и когда ты это изучаешь, то ты соединяешься со Всевышним, который именно все это и сделал, я лично так понимаю, вот, и вся история с Сюсефом, она очень-очень, именно потому она такая запутанная, чтобы мы увидели, насколько мир, в котором мы живем, он запутанный и неоднозначный, поэтому царь Соломон, который был мудрейший из людей, в Каэлите, в Экклезиасте, он разобрал 12 глав, все как работает, в конце концов, он сказал, Бога бойся, действительно, Бог, он добрый, он любящий, но он же и очень, мы видим, как его мир, он не такой уж и простой, да, он очень непростой, Бога бойся, заповеди его соблюдай, кизеку ли Адам, в этом весь человек, в этом весь человек, в том, что ты берешь и думаешь, если Бог это царь, да, но царь, который всесильный, то что мне делать, мне идти против царя, или мне идти то, что царь сказал сделать, конечно, делать то, что царь сказал делать, выполнял заповеди, бойся, потому что иначе ты не будешь выполнять заповеди, человек все время, страх это самый большой мотиватор, значит, если я боюсь Бога, я иду с Богом в резонансе, выполняю его заповеди, в этом весь человек, в этом смысл прохождения удачного через этот мир, теперь, вэда, продолжает царь Соломон, знай, коль давар яви, лаимля мишпад, каждую вещь приведет всесильный на суд, а кольный лам, все скрыто, и выем то, выем ра, значит, все скрыто, и хорошее, и плохое, каждое действие имеет последствия, другими словами, кто змей в наше время, змей в наше время, это внутри человека, есть его животная сущность, которая ведет человека в сторону от духовности, в сторону от Всевышнего, то есть змей, он внутри нас, и Всевышний внутри нас, то есть душа это Всевышний, змей это животная сущность, интеллект это, интеллект это что, это набор идей, и дальше в этом наборе идей, нам приходится ориентироваться, и выбирать все время, Или ты выбираешь Бога и ты выполняешь его заповеди, или змей тебя совращает и ты идешь, а змей-то он не один, змей-то они все, все они друзья друг с другом. У змей есть злое начало внутри, есть у людей вокруг, которые полностью они порабощены своей животной сущностью, то есть они просто такие, есть хищники, есть животные разные бывают, есть вот эти вот все скорпионы, есть которые такие животные всякие, ну это шаритсин на иврите, это называется присмыкающиеся разные, да, такие рептилии. То есть и люди есть, которые полностью они как бы, они соединились со своей животной сущностью и они действуют от имени этой животной сущности, то есть это такие люди олицетворения зла. И получается внутри у человека есть его животное начало, которое как зеркало реагирует на окружающих, поэтому очень важно общаться максимально с добрыми, веселыми, счастливыми, позитивными людьми, иначе твое внутреннее животное, оно с тем поведешься, от того и наберешься, оно усиливается. То есть если с волками жить, поволчевыть, если вокруг волки у человека его животное становится таким прямо очень агрессивным, и оно начинает управлять человеком. Поэтому очень важно заполнять себя, свое тело, и поэтому мы едим только добрых животных, мы едим животных, которые овечки, курочки какие-нибудь такие безобидные. Мы не едим каких-то там змей, или крокодилов, или как китайцы, китайцы очень агрессивные, так они едят постоянно вот этих вот шратим, присмыкающихся, это их там половина пищи. Поэтому их миллиарды, и они очень агрессивные, они прям с китайцами лучше не связываться. Вот, поэтому еще у китайца обезьяну вот так вот бьют по голове, разбивают ей живой обезьяне череп, и мозг этот едят живой обезьяны, это китайцы. А корейцы, они собаку забивают до смерти палками, живую собаку, ее тут же жарят и съедают, то есть они хотят быть такими агрессивными. Корейцы тоже, ну представьте, северные корейцы, они там термоядерные бомбы, все, то есть они очень агрессивные корейцы. Вот, дорогие друзья, поэтому надо в себе развивать добрые, хорошие качества, значит, потому что та мера, которую человек меряет, меряет ему с неба. То, что вы выдаёте в окружающий мир, вы получаете от окружающего мира, и, значит, всё, каждый сам создаёт свою жизнь. Всё, удачи, всем успехов, всего хорошего. Шаббат шалом, ханукас амех. Чем больше вы создаёте добра, тепла и любви, тем больше к вам возвращается добра, тепла и любви. Всё, счастливо. Шаббат шалом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok